В Молдавии нарастает общественное противостояние. Сегодня профсоюз учителей потребовал от властей повысить зарплату, угрожая в противном случае начать всеобщую забастовку. Количество недовольных в стране очень велико. В центре Кишинева с воскресенья продолжается акция протеста. Ее участники разбили палатки и отказываются уходить до выполнения своих требований. Претензии людей выслушал наш корреспондент Александр Лякин. Протестующий у стен молдавского парламента требует отправить в отставку правительство, которое несколько лет назад взяло курс на экономическую ассоциацию с Европой. Свободная торговля, отмена виз страны Шенгена – это был главный козырь правящей коалиции. Здесь и сегодня видны флаги Евросоюза. Но все больше и тех, кто спрашивает, а что бы получили в результате. Открыли, что мы можем ехать на 90 дней. И что? Надо иметь 50 евро. Кто имеет 50 евро, чтобы каждый день там себя обеспечить? Работу-то не дали там. Так, приехал, это на 90 дней ты должен иметь 4500 евро. Откуда, ребята? Мы выбрали не зная кого. И потом очнулись, что мы стали самая бедная страна в мире. В двух кварталах от митинга на центральном Кишиневском рынке изобилие. Прилавки ломятся и от молдавских товаров, и от продуктов из Европы. Но вот парадокс. Цены наводят на покупателей тоску. Так дорого в сезон местные персики и арбузы не стоили никогда. Цены поднялись значительно. Во всех отношениях поднялись цены, и жизнь стала сложнее. На те деньги, которые здесь зарабатывают, достойно жить нельзя. Поэтому люди уезжают, работают за границей. Открыв свои границы для Запада, Молдавия почти потеряла рынок России, который защищает своих производителей. Изъезд в Молдавию хлынул поток беспошлиных товаров. А вот в обратную сторону течет тоненький и постоянно пересыхающий ручеек. В Молдавии сельскохозяйственная страна. Яблоки, виноград, вино, подсолнечник. Основные экспортные товары. Но западный рынок оказался молдавским сельхозпроизводителем не по зубам. Пробиться на него со своей продукцией оказалось очень сложно. У комбайнера Михаила Щуки есть этому простое объяснение. Как и многие молдаване, он успел поработать в разных странах и знает, что конкурентов там не ждут. У них тоже есть такой же самый товар. Вы думаете, он будет принимать наш товар, а со своим шумом он будет делать? Нам посылать. В Молдову. У них тоже есть виноградники. Никто из тех, кто работает на земле, лучше жить не стал. Здесь говорят о том же, что и протестующие на митингах. Все у нас подорожало. Свет подорожал, газ подорожал, пенсию не повысили. Экономистам, да и власти это было известно заранее. Договор о Евроассоциации был заведомо невыгодным для страны. Молдавские товары не только не получили новые рынки, но и сдают свой собственный. Например, местное вино внутри страны стало стоить дороже импортного. И в результате у нас, например, в винодельском комплексе просто катастрофа, чтобы было понятно. У нас в 2013 году было 141 предприятие, которое производило винную продукцию. В прошлом году уже их было 128. То есть каждое десятое предприятие, по сути дела, умерло. Многочисленные европейские комиссии много лет подряд делали однозначный вывод. Молдавия ни по одному из параметров не готова к режиму свободной торговли с Евросоюзом. Все изменилось в один миг, когда в России заговорили о создании таможенного союза. Европейские чиновники резко передумали и спешно стали готовить соглашение. Нас, Европейский союз, никто не зовет. Более того, в ближайшие 30-40 лет никто не собирается нас туда звать и уж тем более принимать. Это невозможно. И в силу институциональных причин, и в силу экономических причин, и множества других. Политических, социальных и так далее. В то время как Евразийский союз нас зовут. На юге Молдавии собирают урожай табака. Когда-то здесь был колхоз-миллионер Маяк, который славился своими виноградниками. Теперь их нет. Почти вся молодежь уехала на заработки, в основном в Россию. В поле работает старшее поколение. Главная тема для разговоров – пенсия. А тут и сейчас пенсию женщинам. Слышу, не 57 лет будет пенсия, как нам, а будет 62 года. Я даже уйду до 62 лет. По европейскому стандарту идут. Кому это надо? На работу где-то устроиться в хорошее место. Нет, это работа. Между тем, на площади перед парламентом каждый день ставят все новые и новые палатки. Они пока пустуют. Ожидается, что в конце недели их займут новые протестующие. Революция бедности, как здесь говорят, набирает обороты. Александр Лякин, Максим Сёмин, Дмитрий Бедарев, Максим Бушков. Первый канал Кишинёв.